Сашенька Травин, Юра Шугаёв и мой любимый мячиков Игорев, который мерзавец засадил меня два года назад в ВКонтакт. И вот результат его провокационной деятельности. Вышла книжка «Двушечка ВКонтакте». Травин её опубликовал в Ютубе, кто же желает, может посмотреть. Игорёк, спасибо тебе, что ты меня засадил на двушечку. Но суть не в этом. Перед вами, Грешин, Фикус Пушкина. Уникально. Фикус Пушкина, почему Фикус Пушкина? Мне принесли в начале 2000-х, нулевых годов, мои друзья, слава поэты, слава Аполлетов и Валера Вестеринина, какой-то маленькой несуразной растеницы в цветочном горшочке. Это было 6 июня, день рождения Александра Сергеевича. И Валера Вестеринина сказал, Володя, вот тебе анчар за твой ядовито ехидный или как-то слог поэтический. Я чуть обиделся. А растение какое-то корявое было, несуразное, как и я, впрочем-то. Нет, я тогда был еще ничего. И, ну, думаю, в день рождения Пушкина от друзей, поэтов, надо за него ухаживать. Ну, вот так ухаживал, облагораживал как мог. Выросло вот такое чудо. Фикус Пушкин, я его потом из анчара перекрестил Грешен в Фикус Пушкина. Ну, вот он со мной живет, придает какую-то энергетику жизненную. У меня стишок есть ВКонтакте, пока, может, низкий будет. Так, ладно, я гоню саморекламу, а, саморекламу гоню, ладно. Так, вот тут еще есть фигурка Кости Мелихана. Это известнейший писатель, юморист. В 2001 году тоже мы с ним создали Петербургский клуб джентльменов, потому что это на то время был джентльмен номер один уже в России. Ну, он считался и в Северском Союзе таковым. Хороший, умный автор, хороший друг. Ну, есть один казус в его биографии. Когда мы с ним создали Петербургский клуб джентльменов и придумали награду, он все хотел золотой джентльмен, серебряный там. А я как-то решил, говорю, Костя, будет фарфоровый джентльмен. И вот здесь нет надписи, ну, это одна из первых проработок. Ну, я горжусь, что был с ним когда-то другом и создавали необычные проекты. Но когда он меня попер от корыта и поставил своего одноклассника вместо меня, который все сделал, пробил, и фарфоровый заводик в бывшем детском садике на Васильевском острове мне стало противно, обидно и досадно. И тогда я, шагая после очередного награждения, будучи уже просто в качестве приглашенного гостя, и то нежеланного, я шел, чуть выпил, и вышагал другую организацию, которая доходов не приносит ни копейки, сдаем нулевые отсчеты, но название ее достойнее и почтеннее, нежели Петербургский клуб джинсменов. Называется регионально-общественная организация русскоязычное содружество творческих деятелей России и зарубежья. Россию и зарубежье нам зарубили, а это зарегистрировали в Минюсте. Кстати, фарфоровый джинсмен Костя в Минюсте не регистрировал. Работал, кинул одеяло чисто на себя. В этом его промах и ошибка. Фарфорового джинсмена награждений, церемоний я не вижу уже лет 15. Но я на него обиды не держу. Костя был и остается моим другом. Правда, встречаться и дружить продолжать с ними. Простите, ребята, почему-то не хочется. Все. Продолжение следует...